Телеканал КРТ представляет Как можно было самореализоваться тогда В этом направлении И как можно реализоваться сейчас В этом направлении Вот мне интересно Мы занимались в странно-церковном училище В коридоре Вот то, что сейчас показывают Мы это прошли с Владимиром Александровичем И много наших коллег Мы это показывали в коридоре Это наши капустники Вы понимаете Тогда, лично, что касается нас, Володи Нам было очень сложно в Советском Союзе Когда мы жили Нам было очень сложно выбиться Почему? Потому что нас давили народные Нас давили, не буду называть имен Потому что их сейчас нет Артистов было много Передачи юмористических было мало И попасть в них невозможно было И было нам очень сложно Еще худсоветы Когда еще Даже когда мы вдвоем уже работали Допустим, концерт Ивашка тогда был Помните, после Щербицкого Был Ивашка Он был первый Да, да, да Ты первый секретарь Вот нам посчастливилось выступать перед ним На 8 марта Нас выпустили как молодые Уже везде у нас дорога И вот мы уже в дуэте Вышли с Владимиром Александровичем И обязательно у нас цензор Обязательно брали номер И смотрели, чтобы, не дай бог Мы кого-то там не обидели Вот они вырезали все смешное Причем направленно Вырезали все смешное И говорили Давайте вот-вот-вот без этого Мы говорим Так, а номер о чем? Вы же сказали, что гумористы А дашь гумор Еще вопросы будешь задавать Так мы тебе через 5 минут Через секунду вычеркнем И тебя в этом концерте не будут А тогда выступить в правительственном концерте Это уже намек на звание Ну это статус Да, статус Это очень звание Но это уже Если понравился То все в порядке Вот А мы выходили с Владимиром Александровичем В зале В этом самом За кулисами стояли люди В черненьком Мы выходили и работали И допустим мне по номеру надо Положить руку в карман Засунуть Мне говорили Руки Все Да Но мы работали Мы работали с Вовой Ничего не вырезая А не вырезали мы А мы работали так Как было написано Как мы сделали номер И когда он смеялся А тем более еще сделал вот так Они выходили Молодцы Молодцы Вот видите Вы учли наши замечания И все А работать стало нам легче Конечно После 90-х Вот 90-й 91-й Когда мы ушли на Вольный Хлеба Вот тогда нам стало легче Работать Намного Владимир Александрович Продолжи ты Ну а А самый расцвет Наверное Вот Скажем так Массовый расцвет Украинского искусства И эстрадного И театрального И Я не побоюсь этого слова И классического Да И оперного Это все таки Вот В период Леонида Даниловича Кучмы Это был Расцвет Это было действительно Потому что Во-первых Рухнули вот эти Цензурные рамки Во-вторых Еще Вот какая-то Работала какая-то Внутренняя цензура Вот у нас Она до сих пор существует Да У нас Мы никогда Когда у нас есть какие-то вещи Которые мы понимаем Что эти вещи со сцены Говорить нельзя Мы не смеемся Над людскими пороками Ну у нас Несколько Таких Таких Табу Это такой штамп Советской системы образования Да Может быть Там же не все было плохое Безусловно Я же к этому Говорю То есть если Если автор Написал какую-то Репризу в тексте А мы знаем Что это старый анекдот Мы никогда Это Потому что мы знаем Этот анекдот Да Даже если его там Подавляющее бы Большинство Там Запрещалось Анекдоты Рассказывать запрещалось Со сцены Ну считалось Не запрещалось А всегда Дурным вкусом Ты должен рассказать То что написано То что проявили То что заверено Это в советское время Вот А да При Леониде Даниловиче Конечно Это был расцвет И Было Огромное количество Работы Были Залы были исправлены Залы были В замечательном состоянии То есть Ну вот И потом Вот Как не стало Поэтому мы вспоминаем Эти времена С таким Каким-то С ностальгией Такой хорошей Это наверное Был первый президент Который смеялся На выступлениях Юмористов Искренне Искренне Леонид Данилович Кучма Причем Он любил артистов Он посещал Очень часто Концерты Он посещал Вечера Там допустим Злотник Саша Или там тот же Репчинский Юра Или Ротар Он любил артистов Он до сих пор Любит артистов Причем для него Не было Он любил артистов Как своих Украинских Так любил И российских И казахских И белорусских Зарубежных Все приезжали Все выступали А вы вот тогда И в принципе Вот вообще Могли представить Что у нас в Украине Когда-нибудь Будет такая ситуация Когда будут Какие-то банды Бродячих патриотов Бегать за артистами И сорвать концерты Никогда 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 Причем Никогда не могли Представить Что может Возникнуть Такая ситуация Вот у нас В феврале 15 концертов Сосорвали здесь В нашей родной стране Вот Причем Ну такое Такое впечатление Было Что это такая Очень Какая-то Целенаправленная акция Потому что Вот как по команде Все интернет ресурсы Стали трубить о том Что Вот до нас Зараз З России Йдуть гумористы З какой России Мы едем Я живу На соломинке Преподает Профессор Да Я преподаю В университете Культуры и искусств Вот З какой России Я еду Но тем не менее Нас запустили Йдуть Злочинцы Значит Ну Запроданцы Вот Это понятно Поддержали Крым Почему там ФСБшники Вступали ФСБшники Наверное Ну да В 18-м році Вступали Насторичьи Комсомол Комсомол Смонтировали ролик Где Похоже на нас Люди То есть Невооруженным Глазом Видно что Это не мы Кричат Ленин Партия Комсомол Ну это То есть Это нужно Кому-то было Кому-то было И потом Как по мгновению Волшебной палочки Раз И все это Прекратилось Комсомол Комсомол